Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Почему Байден так цепляется за власть? Это же что-то шокирующее. Каким-то чудом на самом деле. Не чудом. Потом объясним, он договорился с ведущими губернаторами от партии и тут же получил бан от самого Дисней. Внучка великого мультипликатора вышла и прямо сказала, что ни цента не даст демпартии США, пока Байден баллотируется от нее в президенты. И тут же Байден сказал, что не намерен сниматься с гонки. И тут же Байден перепутал. Что вообще происходит? Есть ли какой-то предел этому позору? И главное, почему молчит сама демпартия США? Неужели они не понимают, что осенью потерпит сокрушительный разгром? Чего мы не понимаем в этом раскладе? Какие есть скрытые пружины, благодаря которым Байден все еще в седле, а точнее на троне? И вот тут все очень интересно. Гражданский раскол в США на две половины. Это старая реальность. Сегодня наступил глобальный раскол среди самих демократов. И причина тут, как всегда, простая и понятная. Деньги и власть. Но вот механизм этого в России не понимают. А там все просто. Дело в том, что в США есть очень четкий порядок. По сравнению с тем, что у нас это просто вызывает умиление. Там просто все на поверхности, официально и очевидно. А именно, действующий президент, это и есть глава партии. Точка. Причем любой, хоть демократической, хоть республиканской. В этом смысле у них такая вертикаль власти, что все становится ясно и понятно. Но это президент. А как быть с оппозицией? Кто является главой партии, когда Белый дом достался не ей? Тут тоже все очень просто. Кандидат в президенты, который прошел через процедуру праймерис. Глава демпартии США сегодня – Байден. Глава республиканской партии – Трамп. Но барабанная дробь. А что будет, если вдруг кандидат сменится? Если Байден сам выйдет из гонки. И мы приходим к самому главному ответу. Если кандидатом в президенты от демократоров будет уже не Байден, то и главой демпартии будет уже не он. То есть, когда мы тут в России, не можем понять, да в чем проблема-то? Почему они не могут поставить другого кандидата? Нормального? Он им выиграет Белый дом, и все будет хорошо. Так вот, другой кандидат уже не им выиграет Белый дом, а совсем другим людям. Потому что Байден, естественно, он не один. Вслед за Байденом уйдет, а точнее, без малейших колебаний будет отправлена в отставку вся нынешняя верхушка демократов. Вся их старая гвардия, так сказать. Вот в чем реальная причина. Это отнюдь не Байден лично вцепился во власть, хотя и он тоже, не без этого. Но с одним Байденом справились бы без вопросов. Но в том-то и дело, что Байден далеко не один. За Байденом стоит вся эта коллективная Нэнси Пелоси. Вся та верхушка демократов, которая не сменялась уже 15 лет. Уйдет Байден, и новый кандидат, без сомнения, выкинет с должности Хиллари Клинтон, Викторию Нулан, почти всю клику Клинтонаидов. Вот, кто на самом деле не хочет уходить. Вот, кто сидит на своих местах и управляет этой жизнью лишь до тех пор, пока в кресле главы партии находится Байден или еще кто-то из своих. Но в данном случае все еще страшнее. Там речь далеко не только о власти и деньгах. Речь идет о вещах намного серьезнее. Дело в том, что очень часто говорят, как боится Байден потерять власть, и что после этого могут начаться уголовные дела на него самого и его сына. Впрочем, на сына они уже и так идут. Что самое забавное, это все имеет смысл. Но опять же, только для поверхностных наблюдателей. На деле все страшнее. Знаковое событие для коллективного Запада, ведь там всегда считали, да и сейчас так думают, что приглашение на него стран, не входящих в организацию, это и есть наивысшая ценность в жизни и достижении демократии. Ночью в Италию прилетел президент США Джо Байден, правда спускаясь с самолетного трапа, немного потерялся в ориентации и пошел здороваться с почетным караулом. Ну так вот, на саммит Шсемь пригласили и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, который на днях не стал переподписывать договор с США о продаже нефти только за американские доллары. Однако тот от столь щедрого предложения отказался. Официальной причиной отказа Саудовское агентство печати назвало хадж «паломничество в Мекку». Но по факту, все прекрасно понимают, что саудиты не хотят выслушивать очередные нравоучения о том, как правильно жить и с кем нужно дружить, поэтому отказ бен Сальмана очень четкий сигнал запада. В какую сторону смотрит ближневосточная монархия? Одно удовольствие наблюдать за тем, как свободная немецкая пресса устраивает порку немецкому же правительству за то, что оно смеет отстаивать национальные интересы. Сразу таким суверенитетом пахнуло, что хоть стой, хоть падай. Мы тут, в России, негодовали, что иногда у нас встречаются всякие эхи Москвы и дожди. А вот в Германии, не иногда, в Германии нет никаких других СМИ. Чуть только правительство ФРГ действует не по указке из Вашингтона, чуть только пытаются думать об интересах страны, сразу же вся немецкая пресса на них обрушивается. Потому что, как справедливо говорил Владимир Владимирович, она вовсе не немецкая, а по сути, американская пресса. Вот и теперь новый яркий пример. Немецкое агентство пооспишет скорее опубликовать слив от одного из своих же дипломатов о том, что Германия посмела заблокировать новый пакет санкций. Какая замечательная слаженность. Дипломат побежал и слил секретную информацию, СМИ скорее быстрее начали ругать свое правительство. Короче, как только Брюссель и Вашингтон не преуспели за столом переговоров и не смогли убедить Германию, тут же прозвучал приказ по негласным каналам. И давить на немецкого канцлера поручили уже своими, родненьким немцам. Как поведал тот самый дипломат, сопротивление федерального правительства Германии в принятии дальнейших мер вызвало неудовольствие и замешательство в брюссельском дипломатическом сообществе. Внутренние размолвки и намерения Германии по внесению изменений стали камнем преткновения на пути к окончательному соглашению о санкциях. «Сейчас наступает решающий момент, и единственная причина и невозможность окончательно утвердить планы по введению санкций – это несогласие Берлина с формулировками», – заявил тот самый анонимный дипломат. Согласно информации от ТПА, новый пакет санкций будет направлен на обходы уже действующих ограничений. Как стало известно, Еврокомиссия предпринимает первые шаги к введению мер в отношении российского бизнеса, связанного с ожиженным природным газом. Она намеревается запретить отправку российского ожиженным природный газ морским путем из некоторых портов, включая зебрюги в Бельгии, третьи страны. Такие действия Еврокомиссии вызвали беспокойство в Германии. Финляндии напомнили, чьим имуществом они пользуются, в Госдуме предложили денонсировать договор аренды Сайминского канала. Финляндия, ввязавшись в соревнования со странами Балти, закрыла пограничные переходы, прекратила железнодорожное и авиасообщение с Россией. И не беда, что экономика Суоми рушится из-за оборвавшихся экономических связей с Москвой. Главное, хоть как-то навредить нам, так считают в правительстве Финляндии. На днях руководство Суоми радостно заявило, что нашло еще один способ насолить, решили они запретить движение российским прогулочным катерам по Сайминскому каналу. Канал был построен в 1856 Российской империи. Кстати, до этого все попытки финнов самостоятельно построить канал ни к чему не привели. Канал соединил финское озеро Саймин с российским Выборгским заливом. Длина 57,3 километра. В Финляндии принадлежит 23,3 километра канала, оставшуюся часть Финны всегда арендовали у России, начиная с 1960-х. Договор аренды действует до 2063-го. Советское руководство, видимо, верило в вечную дружбу с Суоми, раз заключило договор на 100 лет. Кстати, договор аренды Финляндия подписала с Советским Союзом на очень выгодных для себя условиях. Дело в том, что плата за аренду не фиксированная, а состоит из постоянной цифры и переменной, которая зависит от того, хорошей и плохой была навигация. Тем не менее, Финляндия платила каждый год не менее 1 мил долларов. Договор аренды, как вы понимаете, еще продолжает действовать. Однако Россия уже начала процесс денонсации старых советских договоров, которые не работают или не выгодны нам. Николай Межевич, профессор Санкт-Петербургского университета, считает, и если в ответ на недружественные шаги Финляндии денонсируют договор аренды Сайминского канала, то у финнов начнутся большие проблемы. Тем более, из Госдумы тоже дали понять, что договор по каналу может быть денонсирован. Зампред Дмитрий Новиков. У России есть Выборгский залив, через который мы легко попадаем в Балтику. А как из Сайминского озера пробраться на Балтику? Россия без этого канала может прожить, а вот финны вряд ли. Поэтому надо закрывать и никаких разговоров о том, что отношения между Финляндией и Россией в ближайшее время, возможно, нормализуются. С интересом наблюдаю за метаниями финских экономистов, которым как-то надо доказать, что вступление в НАТО не обернулось для Финляндии тратами, которые стране вряд ли по карману.